Сегодня в отношении моей защитной была предпринята мера задержания. То есть Шуляк Марину Александровну задержали в 10-15, когда она выходила из дома. Доставили следственную часть Главного следственного управления Саратовской области якобы на допрос к следователю Масленковой Галины Евгеньевны, с которой она рассталась вчера в 20.30. Последний допрос в 20.30. На протяжении трех месяцев Шуляк Марина Александровна давала показания. Являлась по первому вызову, в том числе и по телефону, на допрос к Масленковой следователю. Марина Александровна является генеральным директором акционерного общества. И природа таких отношений возникает периодически. Но, как правило, акционеры судятся с обществом и подают иски в арбитражный суд. В данном случае здесь имеется другая направленность. В отношении нее предприняты меры процессуального задержания. То есть, помимо ее воли, держат на протяжении, наверное, уже на сегодняшний момент, 10 часов человека доставлен. Почему она оказалась в больнице? Значит, почему она оказалась в больнице? Поясняю. Значит, меня не поставили в известность о том, что ее доставили в следственную часть, Главного следственного управления на Соколовую, 339, если мне память не изменяет адрес. Значит, я долгое время пытался пройти в это уникальное учреждение. Значит, представлялся, звонил следователю. Следователь считал нужным меня допускать до моей подзащитной. Некоторое время, я могу сказать точно, 2 часа примерно моя подзащитная находилась без адвоката. То есть, в отношении нее была предпринята мера задержания. Соответственно, права ей не разъяснялись, а оказывали на нее психологическое давление. Как появилась возможность, и мне предоставили доступ пообщаться с моей подзащитной, Я имел возможность оценить степень тех обстоятельств, какие сейчас, в общем-то, можно и объяснить. Значит, что в отношении нее было. Значит, до допроса, который должна была ощутить следователю Масленникова, над ней провели психологическую обработку. Ее припроводили в мое отсутствие, на второй этаж. Припроводили ее, опять со слов Марины Александровны, к некому Полтанову. Кто это? Полтанов Сергей Александрович. Это заместитель начальника уголовного розыска, Как я могу располагать сведения. Ранее, насколько мне помнится эта фамилия, созвучно. Такую должность занимал начальник Ленинского РОВД. То есть, после психологической обработки, когда она вышла из этого кабинета, я увидел ее всю в слезах, в надрыве, в нервном срыве. То есть, она шла по коридору, этому свидетели, ну, множество сотрудников того же ведомства, где она пребывала. Ей стало плохо сердцем? Ей стало плохо сердцем. Она шла, опираясь на стену. Мы завели ее к следователю Масленниковой, давали успокоительные. Я посчитал необходимым вызвать скорую помощь, потому что моя подзащитная имеет врожденную порог сердца, перенесла операцию на сердце. Об этом мы сделали заявление при допросе моей подзащитной Шулья Ахмали Александровны. Сделали заявление, что она нуждается в госпитализации. Вызвали скорую помощь. Карета скорой помощи приехала. Ей долгое время препятствовали попасть на территорию вот этого закрытого учреждения. Скорой помощи? Скорой помощи. То есть, некое время они простояли, получали согласие на доступ в закрытое учреждение. После этого сотрудники дали возможность пройти врачам. Врачи оказали первую медицинскую помощь. На руках у врачей было заключение, что она нуждается в госпитализации. После этого ее привезли в ней к кардиологии, где она на настоящий момент находится на лечении. Ей сейчас потребуется некоторое время. Будет хорошо, если она перенесет это без инфаркта. Таким образом, я считаю, что в отношении моей подзащитной оказывается психологическое давление. Ее хотят просто раздавить. С целью получения неких сведений и оговора на каких-то людей, которые я не могу назвать, потому как не слышал эти фамилии. То есть, вы как адвокат полагаете, что Марина Александровна Шуляк сейчас используют? Да, безусловно. Безусловно.